Это первое мое включение в Москве По приезду из Греции Мы сразу же идем посмотреть Не говоришь, что меня бликует, я вижу Вот, и мы идем смотреть футбол Россия с... Кем? С Хорватией, я все знаю К Хачунчика, чтобы посмотреть Атмосферу вот этой футбольной Конечно, наверное, многие фанаты уже разъехались Ну, вот посидеть, посмотреть футбол Я не знаю, я вообще не увлекаюсь Аркаша был удивлен, когда я ему сказала Давай посмотрим футбол Посмотрим, что это, короче, я представляю Принесешь ли ты удачу сборной России Да, принесу ли я удачу сборной России Пойдем, пойдем, пойдем Крепкий вам или нормальный? Нет? Пойдем, пойдем, пойдем Субтитры basket Субтитрыaster Субтитры Закончился футбол, мы уже идем обратно. Герман сказал, что он без меня спать не будет ложиться. Но что касается футбола, прям круто. Я говорю ребятам, Аркаш и Макс, мы прям сходили на футбол. Не то, что там сидели и так, прям вот все 90 минут, потом 30, и еще пенальти, мы прям на нервике. А ты что такая веселая улыбка, Россия проиграла? Я веселая улыбка, потому что я горжусь. Ну прям, ну, то есть они прям клево поиграли. Прям можно сказать, что мы играли, а не пенали, катали. Доброе утро, ребята. Московские влоги возвращаются. Мы приехали с мальчиками в парк. И вообще у меня очень подавленное настроение сейчас, после прибытия с отпуска. Возможно, я наберусь как-то мужества, расскажу всю историю, как это все начиналось, но на данном моменте я в стадии лечения своих каких-то небольших сбоев по гормонам. Короче, врач мне сказал пропить курс витаминов, достаточно большой и долгий, расслабиться. И на фоне этого я наберу, ну, типа наберу 2-3, может, 4 килограмма. Я уехала в Грецию, расслабилась, начала все пить и привезла с собой порядка 3-х лишних килограмм. При моем росте 1,64 метра, 3 килограмма – это много. И я чувствую это, и меня прям всю вечно переполняет, вечно вздувает, настроение голимое. Я жду скорее сдать повторную кровь, все там проверить, чтобы все было хорошо, и перестать переживать, пока я ношу одно и то же платье, один и тот же наряд, чтобы меня ничего не обтягивало. Там глубоко, там глубоко. Мы поговорили про журноту, но я приехала на 7 лет моему спортклубу, и мы с Аркашей же ходим в один, нас позвали, и вот мы пришли семейно погулять, посмотреть, что тут в парке. Ма, ему не бургер нужен, а палочка нужна. Я постою, и голову скружусь. Нет, я, пожалуй, вот так сделаю. Мои любимые две обезьяны из клуба. Макетка. Да. Идите сюда, дети. Я беременна, чтобы на петолик не ходить. Бить! Ты уже запись нажала? Друзья, мне подсказывают, у них тоже двое детей. Ну, это каких-то два поколения всего. Вот когда у вас появятся внуки, сказать спасибо всему коллективу клуба, Елене. Великолепная атмосфера, всегда. Расскажите, пожалуйста, ваши эмоции. Подарочки, подарочки. Так, это мое. Дарю. Это мое. Дарю. Дарю. Домчали. Домчали, наконец-то. Уже на самом деле час посидели, потрепались о своем, о женском. По-другому не могу назвать. Самое приятное, что дети заняли друг друга. Да. Потому что их трое, они все разновозраста, им все хорошо. А мы наболтались. А мы еще... Нет, мы еще не наболтались. А мы еще не наболтались. А что мы ели, это не будем. А вы знаете, кстати, что моя Лиза, ну вы ее много раз у меня видели, это именно человек с едой. Человек еды. Я приеду, мне накроют поляну, а мы сыр взяли из пачки. Да, просто открыли пачку и ели сыр. Просто руками. Даже постарел. Это Тая здесь у меня. Привет. Встань, пожалуйста. Как вы ездите в гости? Мы ездим в трусах. Да, Герман? Или ты вообще без трусов? Нет, в трусах. Мы ездим в трусах. Просто больше, чем твой ребенок, и все. Просто голова больше, чем у тебя. Просто они... Это Керкина, а это просто 2,5 года ребенка. 2,5 года ребенка. А это вот 4-летнего. Класс. Тебе 2 года? Ты такой хорошенький. Но я не могу тебе сказать, что я тебя не очень-то боюсь. Ты такой прям... Мощный. И дай лапу. Мощный. Дай лапу. Мне все пишут, что я ассоциируюсь с этой песней у вас. Ну что, я уже за рулем. Мы сели и едем обратно домой. Как же быстро летит время. Мы проболтали 3,5 часа. Просто на своем девчачьем 3,5 часа. Люблю за этот момент. И мне очень нравится, что эту девочку я тоже приобрела на просторах интернета. Ну что мне нравится? Своих людей я потом переношу в жизнь. И эти люди со мной идут дальше. И мы никогда на встречах не обсуждаем ни Инстаграм, ни Ютуб, ни продвижение, ни как что. Никогда. Мы болтаем о своем. Так что вот так. Все. Герка у меня уже, как обычно, в своей любимой позе. Он уже дрыхнет. А я рулю кровиком. Вбираем фотик и погнали. Где можно встретить меня с Катей? На каком-нибудь заброшенном заводе, здании, еще где-нибудь. Потому что, да, мы сейчас фоткаем вот эти бомбические джинсы и джинсовка у меня. Стой рядом. Ну у нас сегодня с Германом очень важная миссия. Мы идем к зубному. Лечить ему зубы. Представляете? Гер, тебя почистили зубы? Нет. Нет. Так что теперь, чую, нас ждет наркоз. Потому что дырки две серьезные на задних зубах. Мы изначально думали, я видела эти дырки. Хотела вот именно поэтому приехала. Но как только мы зашли, он начал орать, езжать. Он даже не дал себя чистить на лед. Ничего не дал. Вот так нервно мы сходили к зубному. Может, у Герман вырубился у меня в метро на эскалаторе. У меня не было возможности снимать. Но это было забавно. Его самокат в одной руке, на плече Герман. И я тащу его. Ладно, малыш. Вылечим. Вылечим. Доброе утро. Как выглядит наш выходной? Как-то так. Езжай. Смотри вперед. Вперед. Может, ты все-таки в колясочку? Нет? Жаль-то скорости. Ножки загорают? Ку-ку. Класс. Чтоб я так жив. Доброе утро. Доброе утро. Это последний день. Но мы все-таки с Аркашем успели сюда прийти. Мы пришли на Никольскую улицу. Эта улица стала очень популярной во время всего чемпионата мира. Почему-то именно здесь все фанаты, все приходят, играют, поют. В общем, я сейчас вам покажу.